муж очень хороший заботливый добрый порядочный это значит вы очень хорошая заботливая добрая и порядочная я его ценю и дорожу им но ему нужно много секса а мне в три раза меньше это еще маленькая раз дистанция из-за этого мы по две недели вместе страдаем две недели гармонии и так уже более полтора года вместе четыре с половиной года у нас трое детей жалко что не все женщины в зале но я сейчас скажу очень тайную секретную информацию для женщин связаны с этим вопросом женщины поймите что ваша половая энергия она распределена по всему телу а кроме того она также исходит и наружу она соприкасается с комфортом в квартире с каждой шторкой с каждой обойкой со всеми стаканчиками на кухне цветочками собачками детьми родителями и со всеми что вас окружает женщина наслаждается тонким сексом комфорт квартире нежность мужа доброта отношений все это половая энергия женщины когда женщина испытывает счастье от всего этого что она имеет то это счастье вот эта половая энергия женского счастья она возбуждает мужчину ему тоже хочется наслаждаться жизни потому что половая энергия самой сильной энергии наслаждения в результате мужчин начинает бросаться на женщину потому что у мужчины вся вся энергия счастья сосредоточена только в одном месте а у женщины рассредоточена по всему телу и плюс еще снаружи тоже так как женщина не понимает такую разницу она всегда возмущается почему мужчина постоянно эксплуатирует мое тело постоянно хочет секса мучает меня а мне этого не надо я такая святая возвышенная могу вам по секрету открыть один важный момент что когда женщина святая и возвышенная мужу вообще секса не хочется он счастлив просто глядя на нее и все ему ничего не надо в жизни больше он и так хорошо себя чувствует но если мужчина бросается на жену это значит что она наслаждается жизнью больше чем он вот и вся весь ответ чаще всего это означает что у нее еще много женской энергии лишней несмотря на трех детей женская энергия остается и когда мужчина хочет очень много секса всего лишь одна причина к этому мало мало детей с каждым новым ребенком половая энергия женщина отвлекается на ребенка и мужчина успокаивается если мужчина продолжает бросаться с пятью детьми нужен шестой если семью нужен восьмой но чаще всего женщины слабоваты и на втором ребенке уже все нормально становится или максимум на третьем раньше в древней культуре женщины были сильнее поэтому рожалось по 10-15 детей женщины было много силы половой энергии мужчина любил ее всю жизнь бросался на нее всю жизнь требовал близких отношений рождались дети результате так устроила природа все это сейчас искусственные вещи происходят сейчас люди искусственно разрушают половые отношения тем что они искусственно прерывают беременности или не дают ей возникнуть в результате вот эти противоречия между мужем и женой в половых отношениях нарастают так как дети не рождаются поэтому желание тонкого секса с женщиной и желание грубого секса мужчины вступают в противоречие это также возникает в результате проблем связанных с искусственной средой в которой мы живем например если человек живет высокопанельном доме на высоких этажах то у женщины контакт с землей ослабевает а в результате ослабления контакта с землей те психические каналы которые отвечают за детородные функции они тоже начинают работать слабее в результате у женщин появляется склонность бесплодию то же самое происходит когда женщина начинает курить или когда женщина очень много работает в деловой сфере или женщина начинает качаться гирями все это приводит к истощению женской энергии в женском организме а также неправильное питание женщины по своей природе должна больше есть молочных продуктов если женщина увлекается мясными продуктами то также это приводит к истощению гормональной функции также некоторые женщины по дурости принимают глупые советы есть поменьше сладкого сладкая пища она также стимулирует гормональные функции у женщин только надо знать что кушать сладкое нужно в первой половине дня а не вечером и так далее есть много причин почему женщины не могут быть счастливыми в семейной жизни в близких отношениях потому что они не знают цель близких отношений люди искренне верят что близкие отношения предназначены для наслаждения полное безумие близкие отношения предназначены только для одной цели для зачатия детей больше нет никакой цели больше того вы должны знать что когда вы просто занимаетесь сексом и ничего не зачинается то эта энергия незачатого ребенка скапливается в женском теле вызывая у нее определенные беспокойства когда люди долго много лет занимаются сексом и не зачинают детей то в результате это без беспокойство приводит женщину безумию внутреннему напряжению сильному и нежеланию дальше заниматься сексом больше того это беспокойство приводит также к разрушению половых отношений между супругами как результат они разводятся поэтому мой опыт и также есть некоторые научные данные показывающие на то что если в семье нет детей порядка шести лет то этот брак очень опасно а по ну опасность разрушения этого брака очень велика поэтому если люди 6 7 лет вместе прожили у них нет детей не начали чувствовать отчуждение друг от друга то им надо просто брать ребенка на усыновление потому что согласно ведом этот ребенок также является родным потому что у человека есть семь родных матерей и 5 родных отцов просто мы в невежестве этого не понимаем так мать кормилица это тоже родная мать причем если женщина кормит ребенка и воспитывает она является более важной родной матчью чем только та которая дает ему жизнь да если одинокая женщина усыновляет ребенка по статистике это одинокая женщина когда начинает общаться особенно с маленьким ребенком она ее гормональные функции вспыхивают и это дает ей две два преимущества в жизни первое когда гормональные функции вспыхивают ей привлекается мужчина а так как те мужчины которые привлекаются женщиной с ребенком они еще более ответственны чем те которые просто хотят женщину поэтому она получает себе автоматически еще и хорошего мужчину кого так получилось жизни поднимите вон смотрите есть такие люди кто-то постеснялся человек усыновляет вспыхивают гормональные функции появляется муж а потом благодаря тому что они вспыхнули еще один свой ребенок я вам расскажу про случай с который произошел в семье моего близкого друга у него жена заболела редкой болезни туберкулезом придатков ну то есть эта болезнь означает до свидания дети когда этот диагноз был поставлен то они сразу же взяли ребенка на спитание мальчика взяли в этом мальчику было тогда три года и она так полюбила этого ребенка так так была счастлива что она забеременела буквально через два месяца после того как взяла этого ребенка и она хорошо выносила с одним придатком хорошо выносила ребенка родила его и у них получилось два мальчика еще так мужской энергии стало очень много в этом случае у женщины расцветает еще больше энергии и она потом родила еще девочку и так у них сейчас строят детей уже хотя как бы врачи не вообще не понимали откуда это все берется вроде бы не должно быть поэтому логика банальная логика она не всегда срабатывает а вот духовная логика раб срабатывает всегда если человек берет на воспитание кого-то женщина сразу у нее вспыхивают гормональные функции появляется потом еще родной ребенок но в древней культуре люди жили большими семьями и допустим если у брата рождался ребенок то сестра также являлась матерью для него она обзаботилась ухаживала как родная мать потому что одной женщине справиться с очень маленьким ребенком невозможно или она с ума сойдет или возьмет кого-то еще а в древней культуре семьи были большими допустим младшая сестра она еще не замужем она жила с родителями и чаще всего от сын тоже не уходил от родителей взял брал в семью жену получалось сестра жила вместе с семьей брата и в результате она заботилась о ребенке как о своем и эта забота увеличивала ее гормональную силу она становилась становилась красивой в результате она быстро выходила замуж и рожала а мы ведь живем одинокой жизнью оторванной от близких отношений поэтому женщины когда они не испытывают этих близких теплых отношений они не могут также и зачинать детей нормально и к здоровью у них женская страдает и красота деловая жизнь для женщины это петля для семей для семейного развития чем больше женщина занимается всякими институтами образованиями учеными степенями потом работой тем меньше не остается гормональных функций она становится как манекен то есть у нее не хватает энергии для того чтобы зачинать детей привлекать мужчину отдавать ему свои силы жить с ним создавать атмосферу в семье у нее нет сил для этого всего она создает атмосферу на работе привлекает начальника своего часто становится его любовницей и так далее очень патовая ситуация родить какого искусственно родить то есть это сейчас услуги такие просто семьи предоставляют да в лечебных учреждениях в лечебных учреждениях как это происходит ну эко возможно да ну так семя берется от какого-то мужчины просто да что лучше спрашивать ну вот она девушка перед выбором вот смотрите я допустим вам говорю лучше эко и оно не получается рождается не то что вы хотели кто виноват никто не виноват кто виноват олег геннадь виноват сто процентов это вы сейчас будет родной ребенок это вы говорите сейчас нет а у меня такие случаи уже были поэтому таких советов не даю вы сами решите как вам лучше а вообще это нормально нормально все что даст ребенка женщине в жизни они нормально жить без детей даже одной ближе микрофон мы с вами не с вами одной воспитывать ребенка это тоже нормально одной воспитывать нормально но человек который живет духовной духовными ценностями никогда не бывает один еще раз вновь и вновь повторяю вам люди в невежестве всегда одиноки у них не может возникнуть семей потому что они эксплуатируют друг друга настолько что это становится невыносимо люди страсти живут формальными отношениями и формальной среде даже в семье у них деловые отношения поэтому они всегда одиноки и рассуждают всегда с позиции личного одиночества люди в благости даже женщины которые живут в благости они находятся в постояне постоянной молитвы у них появляется сначала святой человек близкий потом наставник близкий потом духовная среда близкая и у них нет одиночества как такового вообще просто нет и для таких женщин также не стоит вопрос жить одной или с ребенком понятно сразу становится понятно когда женщина правильно живет что и нужно ребенка иметь любой ценой вот так вот сяк если муж не появляется в жизни то ребенка надо точно иметь но если уж говорить о вас вы так настойчиво хотите чтоб я с вами разговаривал о вас вот если уж говорить о вас то я вижу именно такую судьбу вашей жизни что сначала ребенок потом муж дело в том что я говорю не о себе есть свой вопрос у меня есть ребенок у меня был муж придем к вопросу я поняла что инициатором развода была я но потом я начала ну мне было стало задавать вопросы почему все так произошло и ну естественно пришла к выводу что во многом виновата была я поэтому я увидел что ребенок сначала потом муж вас будет еще семья как жить с тем что я продолжаю любить своего мужа бывшего а он женат уже надо микрофон ближе мы не с вами да он женат я понимаю что я не собираюсь разрушать его это не любовь это жадность любовь означает прощать просить прощение прощать и постепенно светлую память о человеке оставить когда вы светлую память о нем оставлять это любовь когда вы хотите его назад это жадность разделите любовь и жадность и тогда вы сможете выйти замуж вновь если будете дальше так продолжать вы останетесь одна вам надо просить просить прощения у человека и прощать и прийти к светлым отношениям с ним он на духовной плане останется с вами близок на духовном плане только а духовный план близость на духовном плане не возбраняется никогда и ни с кем так женщина например может иметь наставник это духовные отношения не имеют ничего общего с половыми отношениями и мужу мужа не всегда не возникает ревности например моей жены из духовный наставник не нет ревности не чувствую что он строит с ней неправильные отношения также вы можете такие же отношения построить с бывшим мужем духовные отношения прощать просить прощение и светлая память остается и с ним не надо общаться при этом не надо да он может приходить к ребенку но вы должны держаться подальше от него и тогда выйти замуж вновь ну вот сейчас когда я об этом сказал я вижу опять вашу жадность вас опять вспыхнуло это чувство жадности по отношению к нему я в ваших глазах увидел опять вот это желание его перетянуть на себя я могу вас успокоить он никогда не придет к вам назад это абсолютно точно не знаете почему потому что вам положено больше жизнь ну вы на скупа пока скупость сердце не дает вам идти дальше по жизни это состояние сознания называется стрессом так я вам уделил 20 минут думаю что этого достаточно для вас большое спасибо